История городского филина, как его уже успели окрестить в прессе, получила продолжение благодаря человеческой неравнодушности и любви к животному миру. Сегодня фили, как его ласково прозвали в семье Александра Сербуна, уже не так боится людей и с удовольствием позирует на камеру. Орнитолог, пройдя специальную экспертизу в Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, взял птицу домой и сегодня помогает ей справиться со своим недугом. Филин – это птица, естественно, дикая, причем она боится людей, естественно, его местообитание – это леса, заболоченные леса, подальше от человека он селится, в таких вот труднодоступных уголках, а здесь как раз то, как оказалось, наоборот. Ну, видимо, недостаток пищи вынудил его это сделать. Скорее всего, что уже ближе к весне, летом, возможно, их бы и не было здесь, этих птиц. Такое поведение, как рассказали нам в отделе природы и экологии областного краеведческого музея, можно разъяснить рядом причин, одна из которых – в холодную снежную пору найти здесь свою добычу филину оказалось намного проще. Либо птица была ранена и просто не смогла далеко улететь. А то, что жертвой хищника стал кот – явление довольно понятное. В его когти часто попадают животные. Необычно мощные ноги и когти, которые позволяют филину охотиться не только на мышей, но и на зайцев, и на лисы, и на крупных, и на мелких животных и птиц. Полет у филина бесшумный, что позволяет ему охотиться. Огромные глаза красновато-оранжевого оттенка. Характерная черта для филина – это наличие ушей на голове, опущенных вниз, но это лишь своеобразные антенны. Настоящие уши у филина представляют собой кожные складки, спрятанные под оперением. Причем уши располагаются немножко асимметрично, что позволяет филину улавливать звуки со всех сторон. В причинах появления хищника в городе специалисты продолжают разбираться. Буквально накануне Александру довелось сделать снимки еще одного филина, о появлении которого ему рассказали очевидцы. Птица с важным видом сидела на крыше одного из зданий в центре города. Сразу же такая новость редкая вызвала интерес подъехать туда, посмотреть на месте. Удалось сделать несколько фотографий, что действительно вторая птица. Вначале я подумал, что это была ушастая сова, внешне похожа на филина птица, только в несколько раз меньше. Но, как заверяли специалисты, это точно филин. И да, действительно, сидел на крыше и рядом находились стая ворон, которая периодически к нему подходила. Пыталась каким-то образом его задеть, отогнать, напугать. Но филин вел себя, естественно, поворачивал голову, и в их сторону птицы другие боялись подходить к нему довольно-таки близко. А тем временем филин уже идет на поправку. Он хорошо кушает, как и положено хищнику в приоритете местные деликатесы. Конечно, удовольствие не из дешевых. Однако, узнав о такой ситуации, на помощь орнитологу откликнулись соседи, знакомые, да и просто неравнодушные люди. Как только крыло заживет, Александр Сербун планирует выпустить хищника на волю. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.